Как я узнаю, что у меня есть любовь? Ты не узнаешь, потому что тебе будет сигнал, на самом деле, хотеться еще большего. Мне кажется, что сложно назвать по-настоящему богатым человеком того, у кого много денег, и он к ним сильно привязывается. Строго говоря, у каждого есть своя квота, и претендовать на лишнее не стоит. Пройти к Богу может человек смиренный. Но это удивительное, удивительное счастье для любого человека, который занят своим ремеслом и может ежедневно наполняться только от того, что действует. Невозможно помочь святым. У них все нормально. Можно себе помочь, делая для них что-то. Я услышал, что все-таки не стоит полагаться только на себя. Вера должна быть подтверждена. А вера без подтверждения. Да ну это все чушь. А в чем же тогда сложность с этим богатством? Вопрос не в самом богатстве. В самом богатстве проблемы нет. Непонятно, как и где он берет время в то время, как у нас у всех по идее 24 часа. Все, что вы делаете для своей души, каждое маленькое действие, вот оно навсегда останется на вашем духовном счете. Хочу представить нашего гостя, дорогого. Дорогого во всех смыслах, потому что время вот так же очень дорогое. Хотя я какие-то вещи изучал, смотрел, знаю о нем. Все равно было очень здорово погрузиться и увидеть вот эту вот компоновку тех разных сфер, в которых Адриан и по сей день себя активно задействует. Я думаю, что сегодня мы чуть больше сделаем отсылок к его профессиональной деятельности, где он развил компанию, IT-компанию, но это медиа, очень успешно, очень извешно, выигравший много наград в своей отрасли, ушедший за миллиардный оборот и так далее. Но очень хочется пообщаться на стыке не только материального успеха, а глубочайшего духовного опыта. И в данном случае один из симптомов глубочайшего духовного опыта является еще и та та активность, те устремления, те действия, которые он пропускает в мир. Это касается как его преподавательской деятельности, так и того, где он выступает как автор, писатель книг. Также это касается его грандиозного проекта в Индии, строительства колоссального ретритного комплекса и храма. В общем, непонятно, как и где он берет время, в то время, как у нас у всех, по идее, 24 часа. Ну и, наверное, в меньшей степени мы будем сегодня про его музыкальную часть, хотя вот, ну, важно понимать, что, да, было и шесть альбомов, и туры по миру, и все такое, но вот нам нужно хоть какой-то фокус сделать, потому что иначе мы не уйдем глубоко, а хочется все-таки сегодня пойти глубже, и при этом, как и завещает наш эфир, мы будем делать это сквозь призму тематики о Боге, поэтому вот сходу мы и начнем. Адриан, слово богатство и некая идея того, что в технологии слова есть слово Бог, это притянуто за уши эзотериками и теми, кто как-то хочет это все поженить, или это реально так, есть какая-то связь между богатством и Богом? Да, здравствуйте. Здравствуйте все. Рад вас всех чувствовать, что вы здесь. Рад видеть Алексея. Я не специалист по этимологии, я всегда очень аккуратно отношусь к каким-то натяжкам, попыткам. Слово Бог восходит к санскритскому слову богаван, это в принципе доказанная вещь, а богаван это тот, кто обладает всеми богатствами, поэтому вот по крайней мере такая связка, она совершенно очевидна. Вот, возможно, богатство восходит тоже вот как бы в этой же истории. То есть, богаван это тот или бог это тот, у кого есть все, все возможные достояния, включая богатство и включая отречение от этого богатства, что немаловажно. Вот, мне кажется, что сложно назвать по-настоящему богатым человеком того, у кого много денег и он к ним сильно привязан. Понимаете, да? То есть, вот есть некая внешняя маркер богатства, это, соответственно, строчка в списке Forbes. Вот, вот столько у человека там миллиардов, да? А есть богатство, это как состояние человека внутреннее. И вот богатство, оно добавляет, внешнее материальное богатство, оно, конечно, может добавить, несомненно, спокойствие, радость и так далее, внутреннее состояние. Но еще раз, если нет вот этого параметра отреченности от этого богатства, то сложно человека назвать по-настоящему богатым. Поэтому вот это определение санскритское, да, которое включает в себя и силу, и красоту, и вот все, что мы называем богатством, но также включает в себя отреченность, оно более полное, чем традиционное определение богатства. Классно. Сейчас прям несколько таких интересных линий сразу запускаете. В рамках этого обсуждения я хочу сегодня попытаться поискать с вами вот этот баланс, потому что есть куча самых разных концепций, понятно, что только там скупой сейчас не спекулируют на этой теме, того, как разбогатеть все их истории. Но с точки зрения человека духовного есть эта знаменитая фраза, когда Христос выходил из Галилеи, направляясь в Иерусалим, ему приписывают вот это выражение, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Старство Небесное. В чем же тогда сложность с этим богатством, почему же и как же оно делает эту задачу становиться более духовным, да и делает ли это сложным? Ну, еще раз, вопрос не в самом богатстве. В самом богатстве проблемы нет. Проблема в отношении к этому богатству. То же самое, как нет проблемы в красоте или нет проблемы в таланте. Но, строго говоря, ровно то же самое можно было бы сказать и про красоту, и про талант, если люди этой красотой, этим талантом настолько своим, настолько обусловлены, что это мешает им проходить в двери спокойно. Знаете, как было такое в 90-е годы, когда такой был стиль общения вот таких распальцованных ребят, там была такая фраза «отрубите мне мизинцы, я в дверь не прохожу». То есть, что это значило? Это значило, что мое эго настолько как бы большое, что в узкую дверь я не пройду. И это эго, оно может быть в богатстве, оно может быть где угодно. Понимаете, поэтому… Я под малиновые пиджаки, видимо, сегодня выбрал. Да, 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 вот. В широком таком причем малиновом пиджаке, вот. То есть, идея, еще раз, идея в том, что пройти к Богу может человек смиренный, вот, он при этом может быть богатым, может быть бедным, он может быть красивым, он может быть некрасивым, он может быть еще каким-то, но его эго должно быть маленьким. А богатство раздувает эго, это факт. Поэтому очень понятно, почему Иисус это сказал. Хорошо. Как тогда на каком-то практическом уровне применить это в жизни? Есть даже вот эта интересная фраза в описании о том, что строго говоря у каждого есть своя квота и претендовать на лишнее не стоит. При этом как правило какое-то богатство, которое необходимо даже для человека просто для того, чтобы поддерживать семью, оно требует усилия. Где здесь вот эта золотая линия? Во-первых, как понять, что это за квота? И как дальше понять, сколько времени тебе нужно прикладывать в этом направлении? И как вообще ну как бы не прикрываться тем, что ну я вот духовный, я отреченный, поэтому вот это вроде как про меня. Я сюда не буду прикладывать у себя. Уже есть квота. Ну да. Ну то есть смотрите, вещь простая. То есть сначала надо определить мою сферу ответственности. У нас есть сфера ответственности, и она объективна. Например, я семейный человек, у меня есть жена, да, у меня есть ребенок. Соответственно, я не могу сказать, что я настолько духовный, что теперь меня вообще не интересует, как они будут жить, где они как бы, на что они будут жить и так далее, потому что я духовный. Нет. Если я такой духовный, нечего было как бы, надо было стать монахом, уйти куда-то в гималайские пещеры и там сидеть спокойно. И тогда никто бы мне не сказал, что там, иди заработай денег, понимаете, да, то есть вот эта вещь, причем часть, часть это это наш выбор, часть это наш выбор из наших каких-то прошлых воплощений, нашей кармы, то есть мы приходим уже с определенными, уже с определенными обязательствами. Вот. И сказать, что я просто такой духовный человек, что я сейчас убегу от всех своих обязательств, это как бы, ну, нечестно, неправильно, так нельзя делать. Вот. Другое дело, что, например, да, например, человек проходит определенные стадии в своей жизни, и в том числе по возрасту, да, и есть определенные стадии, на которые действительно человек совершенно спокойно уже может, как бы, ну, отрекаться от каких-то мирских вещей. В Индии с таким, как бы, планкой такой вот является примерно возраст 50 лет, когда уже, по идее, человек в миру уже все должен был сделать, все, что он, как бы, все, что он мог сделать. И дальше надо уже постепенно отходить от этого всего. Вот. Поэтому тут же, то есть первая вещь, это вот, ну, просто вопрос, который задал он, как бы, такой многогранный. То есть первая вещь, это обязанности. То есть, ну, как бы, соскакивать с обязанностей не нужно. Второе, не нужно придумывать себе какие-то новые обязанности, что вот моя обязанность, это все-таки там, я не знаю, не Skoda Octavia, а как бы BMW 7 серии. И вот пока я эту обязанность не выполню, а как бы заниматься духовностью рано. Ну, то есть это тоже глупость. Да, это тоже глупость. Что касается, что касается вообще вот то, что какой-то кармической предопределенности и так далее, я сильно в это верю, потому что, ну, вот вижу это просто, ну, в своей жизни, в жизни других людей. Поэтому как-то вот на форуме Артха, в котором вот, собственно, ты принимал участие также, вот я на одном из этих форумов был, мне задали вопрос в интервью, не на сцене, а в интервью, поэтому это, наверное, никто не слышал, вот я здесь это повторю, задали вопрос, как стать успешным бизнесменом, таким богатым и успешным. Я сказал, что нужно рыть колодцы, нужно сажать деревья, нужно строить больницы. И тогда в следующей жизни вы точно будете богатым и успешным. То есть, понимаете, то, с кем мы уже сюда пришли, это некая данность. Поэтому если вам на это воплощение, ну, как бы, список форумов, ну, никак не написано, то вы туда не попадете. Вот. Ну, вот как-то так. Понятно, что можно предлагать какие-то усилия, и нужно предлагать усилия. Но при этом, еще раз, богатство не в том, чтобы достичь некой абсолютной какой-то величины, да, вот, измеряющейся, там, мериться, там, с кем-то, с Илоном Маском, там, или с еще кем-то, вот. Важно, на самом деле, богатство в том, чтобы быть счастливым. Вот. А для этого количество денег, ну, ну, я это, ну, не так, в принципе. То есть еще что-то у меня тут не было. Чуть-чуть прервалось, да, но... Да, слышно. Слышно, спасибо, немножко прервалось. Сейчас, сейчас, вроде, все подчинилось. Ага. Ага. А если возводить богатство, слово богатство, возводить все-таки к богу, вот, то это более правильно, и тогда мы поймем, что богатый человек, это тот человек, у которого не только деньги, но и счастье. И так далее. Поэтому я бы вот не стал мерить богатство только деньгами. И вот в тот момент, когда мы перестанем мерить богатство только деньгами, то... Так. Простите. Видимо, у меня проблемы. Попробую. Да, Алексей, прошу прощения. Видимо, у меня, что ли, какие-то проблемы? Была пауза, но в целом потом дальше уже успел Телеграм все равно передать всю эту строчку, которая была. Я на всякий случай принесу извинения большие за, возможно, технические неполадки, потому что Адриан сейчас поехал в один из далеких городов России на встречу с одним очень мудрым человеком, поэтому технически, возможно, там несколько слабее интернет. Хотите закончить эту мысль или я могу дальше перехватить? Ну, если простая, что я бы слово богатство использовал в более широком понимании, нежели количество денег на счету. И тогда баланс выстраивается легче. Ну, вот смотрите, например, человек, у которого хорошее отношение в семье, вот настоящее, по-настоящему хорошее и тёплое отношение в семье, он богатый человек. Богатый человек. Человек, который служит другим людям, он богатый человек, богатый человек. Человек, который занимается тем делом, которое вот, ну, по его природе, он вот, это естественно для него. Это богатый человек, богатый человек. Зачем, зачем ограничивать это просто количеством денег? При этом огромное количество людей, у которых полно денег, про них нельзя сказать, что они счастливы. Поэтому я бы баланс вообще богатства и убирал бы вообще из рассмотрения, а смотрел бы, счастлив человек или нет. И деньги просто одна из, как бы, один из аспектов. Ну вот сейчас очень срезонировал это. Я просто, наверное, как и все участники, которые сейчас слушают онлайн, будут записи смотреть, они применяют это на себя, они, наверное, отчетливо могут сказать то, что гармония, покой, дома, какие-то реальные глибости, сильные эмпатичные отношения, здоровые дети, какие-то живые отношения, эмоции, которые можно обретать внутри. Это, безусловно, все то, что наполняет наше сердце. Безусловно, возможность заниматься любимым делом, я не знаю, получать большие деньги, но заниматься нелюбимым делом или заниматься любимым делом. В идеале, да, как тот самый принцип и кигай, приходить к моменту, когда это еще и приносит на тебе благосостояние. Но это удивительное, удивительное счастье для любого человека, который занят своим ремеслом и может ежедневно наполняться только от того, что действует. Сто процентов все эти вещи, они часть богатства с большой буквы. Хочу немножко дальше все-таки пойти в эту тему баланса, там же на этом бизнес-форуме донбайском. Я не помню, что я где-то еще слышал такой ответ, потому что люди про баланс спрашивают часто, а вот ответ, что баланс между материальным и духовным сто процентов духовный или как бы сто процентов, да, нужно отдать в духовное, он прозвучал где-то дерзко, аватурский, при этом, наверное, у этого есть своя безусловная глубина, философская какая-то причина. Можете немножко подраскрыть, что это, как это понимать? Ну да, то есть просто обычно люди, когда говорят баланс материального и духовного, имеется в виду, что вот у нас есть некая наша материальная потребность и есть некая духовная потребность. И вот баланс это так, чтобы и нашим, и вашим, что вот как бы вот где-то есть посредине такая точка, в которой у нас как бы и в материальном плане все хорошо, и в духовном тоже. Ну точнее как, у нас не все хорошо ни там, ни там, поскольку баланс предполагает, да, что это вот не крайняя правая, не крайняя левая история, но вот где-то на середине у нас и здесь вроде как бы немножечко есть, и здесь немножечко есть, и вот это баланс. Ну, это был бы баланс, понимаете, если бы мы считали себя в той же, то есть смотрите, баланс между материальным и духовным, он ответ на вопрос, где баланс между материальным и духовным, очень простой. Мы тело или мы душа? Ну то есть в конце концов, вот мы, понятно, что и то, и то, но что из этого главное? Да, что останется с нами? То есть верим ли мы, что душа, она вечна? Вот это главный вопрос. Потому что если мы не верим, что душа вечна, то тогда действительно они могут быть равнозначными, и тогда баланс где-то посередине. Если мы верим, что душа вечна, и что счастье, оно идет из души, это же простой опять же вопрос. Верим ли мы, что счастье в душе, оно сильнее, чем счастье тела? Верим ли мы, что счастье души, оно никогда не устает, не как бы не надоедает, что оно всегда новое? Верим мы в эту, как бы в эту идею? Если верим, то какой баланс может быть? Баланс может быть просто на каждом шаге к этой духовной цели, мы выбираем баланс, и тогда баланс это просто временный компромисс. Вот сейчас я не могу полностью уйти сюда. Для меня баланс вот прямо сейчас в этой точке. Вот он такой, 3% духовного, 97% материального. Но я понимаю, куда я иду, и я знаю, что баланс заключается в том, что у меня будет следующий шаг, в котором будет 4% духовного. Понимаете? А объявить вот этот статический баланс, как бы, что ну вот я хочу и как бы и вот это, и вот это, это значит просто расписаться в том, что я не верю в том, что я духовен, я не верю в том, что душа может быть счастлива. Я просто в это не верю. Ну, не веришь, тогда баланс, да, другой. То есть моя, как бы, моя идея была не в том, что в каждый конкретный момент для каждого баланса 100% как бы. Нет. Баланс в том, что, но при этом признать, что для души, если мы души, баланс, он 100% в духовном, ну, на мой взгляд. Лучше хочется понять вот эту идею про 3% или 4% духовного. То есть мы в данном случае имеем в виду какую-то узконаправленную, конкретный там вид какой-то духовной практики в рамках этих 3-4%, которые мы наращиваем, или что-то другое. И можно ли что-то сделать, чтобы в целом нашу деятельность одухотворять уже вот на этапе, где мы здесь и сейчас. Да, смотрите, хороший вопрос. Вообще вот это вот слово вера, когда я говорю о душе, что вот, вот душа, мы верим ли мы, что такое душа. Вот интересный, интересный подход западный и восточный к слову вера. На западе слово вера означает, что я теоретически это допускаю. Вот это значит, я верю. Бог есть, я душа. Да, я согласен. Ну, как бы, с этим согласен. Восточный подход немножко другой. А конкретно это есть в Бхагавадгите, есть это утверждение, что вера, она проявляется через три вещи, от чего я отказываюсь и что я отдаю. Три вещи такие, да, то есть моя деятельность, то, что я делаю, от чего я отказываюсь, и то, что я отдаю. Это отдельное просто, да, да. Так вот, выясняется, что если я теоретически говорю, что я верю там в то, что я бессмертная душа, но при этом ничего не делаю для того, чтобы реализовать свою природу души, да, я никак себя не ограничиваю, и я ничего, как бы, не пытаюсь, как бы, не пытаюсь, ну, природу души отдавать, ничего не пытаюсь отдавать, то тогда просто не надо говорить, что я в это верю, понимаете. Надо говорить, что я, эта философская концепция мне, как бы, интересно, как упражнение для ума, но это не является, как бы, верой. Вера означает, что я доказываю веру. То же самое, как любовь. Ну, вот простой пример, который все поймут. Вот молодой человек девушке долго рассказывает, как он ее любит, но при этом ничего для нее не делает. Никак вообще не реагирует на ее потребности, ни, там, я не знаю, ни не помогает ей, ни откликается там на какие-то ее слова, не слушает ее, но при этом все время говорит, ой, так люблю тебя вообще, кранты просто. Ну, девушка что скажет, что он ее любит, что ли? Нет, конечно. То же самое с верой, то есть вера должна быть подтверждена, а вера без подтверждения, да ну, это все, как бы, чушь. Здорово. Самые разные сейчас мысли рождаются в этой связи, глубоко это отвлекается, потому что есть же такая даже история, что, ну, вот я поверил, и как будто бы, я поверил, но по факту получается, что это некий такой, ну, как в отношениях, да, это ежедневное, в каком-то смысле доказательство, то есть намерение и своим словом и делом вклад в то, чтобы углублять свои отношения с этим знанием о себе, как у духовной души, с Богом. Просто я хотел сказать, что говорят, что любить — это глагол, да, любовь — это глагол, то есть означает, что любовь предполагает действие. Вот вера — это тоже глагол, это тоже глагол, она предполагает действие. Без этого нет ни любви, ни веры без действия. Очень здорово. Мне кажется, что это вот какая-то вещь, которую можно прям каждому из нас для себя вынести из этого эфира, то то, что мы привыкли знать как существительные, вера и любовь, на самом деле это именно глагол действия, это то, что подразумевает очень активную динамику вклад в постоянный, расширение этого пространства. Давайте немножко, может быть, сквозь призму вашего личного опыта. Здорово, что вот такие реализованные вещи рассказываете, ну, как бы, понятно, понятно, откуда это, но хочется, теперь вот сквозь призму каких-то конкретных моментов вашей жизни, насколько это была простая там стезя того, где вы выходили на довольно крупный успех с точки зрения материального, и где был ли там какой-то момент соблазна, условно говоря, продолжать и расширять вот эту сторону расширения богатства, благо вы начали самые разные филантропические проекты, стало понятно, что деньги нужны, но много где для того, чтобы делать хорошие, добрые дела, и тем, когда вы все-таки стали больше времени уделять, ну, вот я знаю, доходим на поездкам куда-то, там, на Восток, проведение времени, там, в чтении, в слушании святых людей, в помощи святым людям. Как вы находите вот этот баланс между тем, что надо продолжать делать, потому что я могу еще больше добрых дел сделать, и тем, что, ну, как бы капает и капает, вот буду использовать то, что есть. Ну, простой ответ. Сначала наденьте маску на себя, потом на ребенка. То есть первое, что мы должны как бы понимать, это что наша личная духовная жизнь, наша личная духовная практика, наша личная вера, она будет определять все, что дальше мы сможем сделать. То есть если мы прячемся от Бога попытками сделать вид, что мы ему служим, вот, ну, Бог, он как бы хороший человек, вот, он тактично как бы не будет нам мешать это делать, вот, но при этом мы не придем туда, куда мы хотим прийти. То есть еще раз, вопрос в том, что самое главное, это что у меня в сердце, что у меня в душе, а то, что внешние вещи, они должны являться продолжением, естественным продолжением того, что у меня творится. Если же мы внешние вещи поставим впереди внутренних, то тогда смотрите, что будет. Тогда то, что мы делаем, станет просто предметом для нашей гордости, гордыни. Тогда мы будем, например, в рамках какой-то духовной там организации, да, церкви, к которой мы можем принадлежать, мы будем делать материальную карьеру. Вот, ну зачем это нужно? То есть еще раз, принцип очень прост. Личное состояние ума, состояние сердца должно определять уже как бы расширято, да, в какие-то действия. Понятно, что хорошие действия помогают очищать сердце. То есть это как бы, ну, это взаимосвязанные вещи. Но вот в этой взаимосвязи важно и то, и другое. Но следить мы должны прежде всего за внутренним состоянием. Потому что если внутреннее состояние будет хорошее, а внешнее будет немножко недотягивать, в этом нет большой проблемы. Но если же внешнее будет хорошее, а внутреннее будет страдать, вот это вот, вот это, вот это беда. И поскольку мы люди как бы внешние, ну, все, то есть мы, сейчас я это говорю, да, что мы люди внешние, нам легче действовать на внешнем плане. Нам легче, потому что, ну, природа такая. Мы, ну, как бы экстраверты по своей вот, ну, по своей природе, в основном даже те, кто интроверты. То есть нам проще, нам проще вот имитировать духовную жизнь, нежели как бы, нежели в нее погружать. Я думаю, что я услышал ответ на часть своего вопроса. Сейчас попытаюсь его чуть иным образом сформулировать, вторую его часть, вот с примером, который вы дали про сначала надеть кислородную маску на себя, и потом на, там, кого бы то ни было, помогая дальше. Здесь же нет такой точки, когда, условно говоря, кислорода поступает достаточно, и он как бы абсолютно чистый. Там же всегда есть какое-то пространство, насколько больше можно наполняться на уровне веры, на уровне знания, на уровне любви. То есть все эти люди, которые соприкоснулись с этим, ну, как с Сократом, который, да, я знаю, что я ничего не знаю, то точно так же Бхактик Янгл сам любит говорить, цитируя Гороговинда, по-моему, Махараджи о том, что как я узнаю, что у меня есть любовь? Ты не узнаешь, потому что тебе будет всегда, на самом деле, хотеться еще большего. То есть здесь есть какой-то вот этот вот момент того, что как в духовном, строго говоря, нету предела, так, строго говоря, и в идее расширения в плане богатства и внешней какой-то истории так же нет предела. И получается, что здесь все равно нужно постоянно делать выбор, куда расширяться. И суть вопроса была в том, где в этой точке найти, я по-прежнему должен вот здесь еще что-то делать для того, чтобы как-то задействовать свои таланты, энергию и делать благие дела? Или это уже тоже становится некой такой приманкой, мне нужно уже фокусироваться вот на расширение влечения веры, знания и чистоты опыта, соприкосновения с Богом? Да, да, я понял. Очень хороший вопрос, очень точный и правильный. Смотрите, первое, что я хотел привести, такой пример из необычной сейчас будет области. Я просто вдруг вспомнил. У меня есть мои абсолютно любимые, когда я там как-то бардовской песней увлекался, авторской песней, то там были Алексей Ивашенко и Георгий Васильев, просто люди, которых я считаю просто абсолютно гениальные люди, которые в какой-то момент они очень живые, очень настоящие, очень интересные, умные, талантливые и так далее. Георгий Васильев, вы можете знать, это человек, который придумал Beeline и создал параллельно со своими концертами. Потом он поставил Нордост, написав к нему там все песни вместе с Васильевым, и спродюсировав его потом проект песни нашего века. Сейчас фиксики вот эти мультфильмы, это он все делает. То есть такой, ну, очень мощный человек. И в какой-то момент он поделился, что они договорились с Алексеем, что их оплата за деньги, деньги, которые они получают с концертов, не должна превышать половину их основного заработка. Вот. То есть они поставили вот эту вот как бы себе отсечку, которая не давала им стать профессиональными артистами, которые вот хочешь-не хочешь вынуждены там писать песни, не потому что они у тебя пишутся, а потому что как бы тебе есть надо, и тебе надо съездить еще с какими-то концертами. Я вращаясь в среде как бы профессиональных музыкантов, вот понимаю, что это суперважно. И вот, возможно, поэтому они всегда были так интересны, да, что вот этот пример, он не, это не точная аналогия, просто я хотел им поделиться. Вот. А если переходить к нашему все-таки вопросу духовности и недуховности, то очень просто. Смотрите. У каждого человека должна быть личная духовная практика, которая определяется не только им самим, но и старшими, которые находятся на более высоком уровне духовного, и они могут ему сказать, вот твоя практика вот такая, вот это вот то, что ты должен делать. И вот в тот момент, когда нам хватает времени и хватает концентрации на ту практику, которая вот для нас, для нашего уровня является, духовную практику является как бы рекомендованной, то все остальное время можно занимать внешне. В тот момент, когда вы видите, что это внешнее начинает поджимать, и вы уходите со своих как бы занятых позиций, да, духовных, в этот момент эта проблема сразу же, красная лампочка, нужно что-то делать. То есть, еще раз, есть некий уровень, который, во-первых, вы сами чувствуете, да, и также это подтверждают, ну, те, кто являются для вас авторитетом. И вот с этого уровня вниз уходить нельзя, можно только вверх. Классно. Сейчас я обязательно задам небольшой вопрос еще в догонку сюда. Я вижу, что время тоже стремительно идет. Сейчас буквально короткий технический момент объявления, что, друзья, те из вас, кто в процессе, как это называют, инсайт, отклик, ну, в общем, если вам нравятся какие-то вещи, которым делится сегодня Дрем Крупчанский, вы можете прямо в комментарии к последнему посту, вот как Артем сейчас, он написал там вопрос, я чуть позже его озвучу обязательно. Вы также можете писать как какие-то мысли, которые вам понравились, так и вопросы, которые вы хотите задать. И также мы можем попробовать кого-то из вас вывести в онлайн-эфир, если вы хотите задать вопрос голосом, живьем, с видео в таком неконфессиональном светском режиме. Да, Артем, тогда ваш вопрос я буквально через один задам, сейчас доведя вот эту мысль до конца. Смотрите, Адриан, сейчас такой момент интересный, когда я услышал, что все-таки не стоит полагаться только на себя, что есть определенный соблазн, все равно может быть какой-то риск подмены между тем, куда мне все-таки нужно на этом этапе направлять время, второе, если есть старшие, с которыми можно свериться по вот этой задаче или как бы приоритизации того, куда мне направлять сейчас свою энергию. Но есть ли там какая-то возможность или это вообще какой-то высший пилотаж все-таки сделать и внешне частью вот этой духовной практики? То есть можно ли реально в каком-то сознании таком пребывать, что, ну вот, я сижу в кабинете, я нахожусь на совете директоров, можно ли в этот момент как-то быть все равно духовно практикующим? Или это некая такая линия есть? Вот кабинет, а вот келья. Да, то есть, смотрите, конечно же, определяет сознание, то есть все определяет сознание. И в этом смысле можно заниматься своей работой и при этом быть в духовном сознании. Но, но, это как бы, это не отменяет того, что как бы это все равно некая, как сказать, это все равно некая смесь. Да, то есть это лучше, смотрите, это ступенька. Да, можно вот сначала разделить вот эта работа, вот это как бы духовная, это первый уровень. На следующем уровне можно сказать, нет, я научился на работе, когда я выполняю какие-то свои обязанности, причем неважно, это работа, семья и так далее, я все равно нахожусь в хорошем духовном сознании. Я понимаю, зачем я это делаю, у меня есть какая-то, да, вот, ну, нормальная, нормальная за этим мотивация. Но ни в коем случае, это здорово, и к этому надо стремиться. Но ни в коем случае нельзя на этом остановиться, потому что, строго говоря, есть еще более высокая, как бы еще более высокий уровень, который уже предполагает полностью включение в духовность, понимаете? Это кто-то чуть ли не, чуть ли не какой-то вот, знаете, чуть ли не Эйнштейн, по-моему, говорил, что если вы едете на машине, ведете машину и при этом целуете девушку, то ни то, ни другое вы не делаете достаточно хорошо. Вот, то есть все равно, все равно, то есть вот этот уровень хороший, о котором ты говоришь, да, вот так, но даже находясь на этом уровне, даже вот, и это все очень здорово, но ни в коем случае нельзя забывать, что есть уровень выше. А по поводу еще хотел один момент сказать, по поводу того, что записывать какие-то инсайты, да, какие-то реализации, это очень полезная вещь, вот, она, потому что в тот момент, когда мы что-то записываем, мы же сначала еще сформулировать должны, да, а потом еще написать, вот в этот момент та идея, которую вы формулируете и записываете, становится вашей, потому что до этого она была моей, и ваш мозг определял ее как нечто внешнее по отношению к вам. Если вы сейчас потрудитесь, я понимаю, что это не очень легко, вот, но если вы потрудитесь взять какую-то мысль и таки все-таки набить ее, неважно, себе в заметке или вот в эти комментарии, то в этот момент произойдет определенный процесс в вашем уме, который позволит вам эту мысль сделать своей, и умнее будет относиться уже как к чему-то родному. А это очень хорошо, если еще раз, если вам мысль понравилась, присвоите ее себе именно таким образом. Тогда переадрешу это как приглашение к участникам эфира подумать какую-то одну мысль, чтобы запечатлеть ее более глубоко в сознании, поделиться в комментарии. Я зачитаю один от Юлии Косяненко, которую она для себя подчеркнула, и задам вопрос от Артема, из тех, кто уже откликнулся на это приглашение. Для Юлии Косяненко очень понравилась идея про то, что любить – это все-таки глагол, и что вот она изучает сейчас тоже духовное писание и понимает, что должны быть именно действия, практика какая-то. Настя вот следом пишет. Большое спасибо Адриану за ориентир, что определенное количество духовной практики и оставшееся время распределительное материальное. Сейчас, Настя, я, наверное, задам ваш вопрос, но поскольку дважды уже про Артема пообещал. Адриан, вы можете объяснить простыми понятными словами для обывателя, что такое истинное отречение от денег простых действий. Что делать, а что не делать. Спасибо. Отречение от денег именно, да? То есть, смотрите, от денег отрекаться не надо. Деньги – это хорошая вещь, очень хорошая. Вот. Вы, в конце концов, если вам самому хватает, всегда есть то, куда это можно отправить. Отрекаться надо не от денег, отрекаться надо от маниакальной идеи побольше их заработать. Вот от этого надо отрекаться точно. Потому что сами по себе деньги вас не в рабство, ни в какое не погружают. Вы ими можете распоряжаться. Но очень часто в попытке заработать побольше денег мы ставим себя в ситуацию, когда деньги начинают нами распоряжаться. И вот от этого надо отрекаться точно. Вот. Поэтому еще раз, истинное отречение, оно просто вот в отношении к тому, что деньги надо уважать. Несомненно, это энергия Бога. Вот. Это возможность творить добрые дела. Ничего плохого в самих деньгах нет. Проблема в том, что мы слишком на них зациклены. Вот. И вот от этого надо отрекаться. Что делать? Учиться довольствоваться тем, что у вас есть. Больше зарабатывать можно, но при этом это не должно быть. Ну, надо постараться все-таки найти, быть счастливым. Найти счастье не в количестве денег. Это будет отречение. Счастье не в количестве денег. Точно совершенно. У нас сейчас еще очень интересный вопрос. Идут следом. Как минимум половина участниц сейчас эфира это все-таки женщины, девушки. Поэтому, ну, понимаю все равно, что мы мужские в телах. Давайте попробуем туда тоже посмотреть. Вот спрашивает Настя в продолжении к тому, что она вынесла для себя про баланс. Да, вот духовной практики оставшееся время распределять на материальное. Она спрашивает, так же ли это относится к женщинам, если к тому же нет старших. По идее же для женщины главное предназначение – это семья. И на это должно хватать времени, наверное, наравне с духовной практикой. От чего отталкиваться в самостоятельном определении количества духовной практики в этом случае. И вот некое послесловие. Я понимаю, что я душа, но я в женском теле, у вас чувствую связь с материей и эту свою дхарму. И от этого бывает тяжело уделять, скажем, два часа времени на медитацию. Ну да, хороший причин вопрос. Спасибо большое, Настя. То есть обязанность женщины служить семье, она ровно такую же природу имеет как обязанность мужчины служить семье. То есть в этом смысле это не то, что женщина должна служить семье, а мужчина не должен. Все должны. Это нормально. И смотрите, и то же самое, то есть душа не имеет пола, душа не как бы ни мужчина, ни женщина. Просто оказавшись, как вы правильно говорите, в телах определенных, мы получаем разные обязанности. То есть вот знаете, как в игре в компьютерном. Вы начали играть там за, кто там, какие там бывают, за волшебника или за рыцарь. Вот как бы. Ну если ты волшебник, то тебе надо прокачивать какие-то волшебные качества. Если ты рыцарь, то тебе там надо, наверное, силу прокачивать. Я не знаю. Вот. И да, мы играем за разных, как бы, за разных персонажей. И это мы обусловлены этим. Но при этом цель-то у нас одна, духовная. Вот. И она просто, у женщины она, как бы вот эти обязанности, кроме духовных. А у мужчины вот эти. Но при этом основные это обязанности, все равно духовные. Как у женщин, так и у мужчин. И тут дальше, смотрите, и тут дальше вот сейчас вот я надеюсь, что кому-то помогу, сказав, что вот эта идея, что для женщины муж является духовным наставником, и больше ей никакого духовного наставника не надо, это чушь вообще. То есть если ваш муж святой, то вообще 100% правильно. Но если ваш муж вдруг не святой, а может быть совсем не святой, то как бы, значит, вам нужен тот, кто будет вас наставлять в духовной науке, понимаете? Это важно. И не надо самому определять. Ну, то есть сами вы наопределяетесь. То есть сами вы как бы, когда вы сами, ну, определяете что-то в духовной сфере, ну, это вы не выходите за границы своей кармы. Вот, собственно, и все. Поэтому нет, старшие нужны. Я вот как Алексей сказал, я сейчас в Сыктывкар приехал. Ну, куда мне... Я в целом в Россию там на месяц заехал там по каким-то делам, и из них неделю улетел в Сыктывкар, потому что здесь мой наставник. Вот. И вот как бы, ну, а что делать? Вот единственная возможность как бы с ним каждый день общаться, это вот поехать в Сыктывкар. Ну, вот приходится, хотя у меня в Москве там дел полно. Вот. Поэтому здесь то же самое. Нужно искать духовное руководство. Окей, пока нет какого-то человека, который обладает необходимой квалификацией и так далее, вы ищете в лекциях, в книгах, в... Ну, то есть, вот где-то ищете. Но в целом все равно вам нужен кто-то, кто вам будет помогать. Без этого никак. Спасибо, Адриан, что поделились на тем Сыктывкар. Я подумал, как иногда... Я просто вижу, что в конце эфира все больше людей присоединяются. Это значит, что те, кто слушают, тоже продолжают быть с нами. И вот этот момент, когда несколько связь прервалось, это даже хорошо, потому что в итоге такие важные группицы, ценности приоткрываются, которые... Ну, вот нужно хотя бы каким-то терпением обладать, каким-то энтузиазмом, желанием это получить. Так что был такой небольшой тест у нас технический для тех, кто действительно хочет здесь быть. Вот пару еще вопросов интересные идут. Наталья Милюш спрашивает, когда есть практика, есть, видимо, духовная, есть материальная жизнь, но бывает, что как будто попадаешь в поток, и все складывается само собой. А бывает, все из рук вон, и значит ли это, что это является лакмусовой бумажкой моей веры, или это мой путь, и я учусь понимать это и другое? Ну, это простая вещь, карма есть, есть гуны, это вот из какой-то индийской традиции, да, определение, но если так вот это выводить в какую-то вот такую всем понятную вещь, ну, просто судьба есть, и по судьбе вот разное бывает, то есть вот вам написано, что вот в этот период, если кто-то там астрологии интересуется, он знает, вот пошел такой период, там будет жесть, потом как бы он сменится другим периодом, вот, надо к этому относиться именно как к тому, что вот знаете, как река, у нее то течение быстрее, да, то вот, то медленнее, и вот вы плывете по этой реке, то вас куда-то несет, а камни может приложить, то как бы, то вы мимо красивых каких-то берегов, то вам надо прилагать какие-то усилия, чтобы грести, да, там на лодке, допустим, вы, а где-то вы вот просто бросаете, как бы бросаете весло и ромашку в зубы и смотрите на небо, там на облака, вот, все как бы, все нормально, все нормально, и как у Соломона было на кольце, и это пройдет, и это пройдет, самое главное, не терять свою цель, когда-то сложнее идти, когда-то, когда-то легче, как есть, да, вот эта хорошая фраза по поводу того, что беги к цели, если не можешь, иди к цели, если не можешь, ползи к цели, если это не можешь, что хотя бы лежи по направлению к цели, то есть нормально, главное нам не терять фокус, а скорость нашего продвижения может быть разной. Адриан, сейчас у меня есть пара желаний, параллельно, с одной стороны, хочется какие-то вопросы еще задать, с другой стороны, мне хочется все равно приоткрыть и ваш мир тоже для людей, не могу не спросить про этот проект, который сейчас строится в Индии, где строите, почему именно там, что за проект, и может быть в целом вот эту вот историю приоткрыть немножко, я уж не знаю, с какого момента вы начали помогать святым в Индии, как сейчас, я прям вот вам несколько вопросов туда накидаю, вы уже как хотите, как бы с разной стороны можете это приоткрывать, почему святые Индии, во-первых, стали милее, чем святые, скажем, в родной стране, и как сейчас это все подошло к тому, чтобы, ну да, вот может быть просто расскажите, что это за храм или ретритный центр, зачем, почему. Ну то есть, смотрите, первое, что невозможно помочь святым, вот, у них все нормально, можно себе помочь, делая для них что-то, вот, это первое, что надо очень четко уяснить, потому что если мы вдруг относимся к людям духовным, давайте не будем даже употреблять слово святые, но люди, находящиеся на высоком духовном уровне, им материально помочь, как бы, то есть, о них Бог позаботится, все в порядке, просто у нас может быть необычайная удача, если мы втиснемся в эту цепочку, да, и мы скажем, Господь, а можно я стану тем инструментом, через который ты будешь им помогать, о них заботиться, если очень повезет, то Бог скажет, окей, хорошо, ты можешь стать этим инструментом, вот, это что касается, у нас есть фонд Brunch Care, который мы кормим бездомных коров, мы поддерживаем школы бесплатные для детей, для бедных, поскольку в Индии нет бесплатных школ, ну вот мы, то есть они только вот спонсируются, если кем-то, и также, да, людям, которые очень серьезно занимаются духовной практикой, при этом очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень бедные, вы даже не представляете себе, что можно быть настолько бедным и неустроенным материальным, мы тоже что-то как-то стараемся, помогая. Вот, и, собственно, это не то, что там, ну какие-то мои деньги, естественно, туда идут, но в целом это вот то, что делается на пожертвования, которые вот передают каждый месяц. Знаете, я так всегда с таким удивлением смотрю, всегда к концу месяца кажется, ой-ой, денег не хватит, всегда к концу месяца набирается та сумма, которая нам нужна на наши проекты, вот, и я очень верю, что все люди, которые принимают в этом участие, они получают огромное благо, и это огромная честь для них, и удача для них, поэтому мне вот, ну несложно даже там просить у кого-то деньги на что-то, я говорю, слушайте, ну, то есть не хотите, не давайте, вот, но есть такая возможность, которую можно вот упустить, вот, поэтому я считаю, что, ну мне легко как бы, да, всем этим заниматься, вот, что касается Индии, почему Индия, а потому что есть определенные места, в которых концентрация людей, вот просто на квадратный метр, концентрация людей, которые очень глубоко духовно и как бы сильно продвинулись, она очень высокая, вот, и такое место как раз вот, где мы строим сейчас, это Вриндаван в Индии, и там просто вот реально, ну, мы возим людей постоянно, знакомим их с духовной Индией, и вот те, кто с нами ездят, они вот это отмечают, они говорят, да это же вообще просто невозможно, ты реально, ну, не на каждом шагу, но через два шага ты встречаешь людей, ты смотришь им в глаза, и ты думаешь, господи, я представить себе не мог, что такие люди вообще бывают, вот, а в родной стране я, к сожалению, не нашел именно такой концентрации, вот, а поскольку я человек практичный, прагматичный, вот, мне удобнее, как бы, мне удобнее, там, где далеко ходить не надо, от одного святого до другого, надо пройти примерно 5-7 метров, вот, поэтому их домики обычно расположены рядом, вот, их даже не домики, а такие, даже не знаю, как это описать, вот, поэтому мы с моими друзьями дорогими, единомышленниками, мы возим людей в Индию, показываем им духовную Индию, позволяем им соприкоснуться с этим, и, естественно, в какой-то момент мы поняли, что нам нужно иметь свое место, потому что Индия, она разная, вот, Индия, это, на самом деле, та страна, в которую, вот, я бы никому не рекомендовал ездить без хорошего проводника, вот, в Грецию, да, вперед, там, во Францию, в Таиланд, куда угодно, можно, понятно, что лучше с хорошим проводником, но в целом вы, в общем-то, как бы, что-то увидите, порадуетесь и так далее, в Индию, Индии две, вот, для меня Индии две, духовная Индия и материальная Индия, вот, в материальную Индию на Гоа, пожалуйста, можете ехать сами, если вы хотите в духовную Индию, вы просто не увидите ее, если с вами не будет, вас за руку не поведет, тот, кто имеет доступ к этой духовной Индии, поэтому мы вот, ну, стараемся как-то возить людей в Индию, и мы поняли, что нам нужно место, в которое, даже в Индии, которая сама по себе более духовная, как вот, в целом, но в ней все равно нужна концентрация, и мы сейчас строим такое место, ретрит-центр, в котором максимально, мы снимаем, Индия еще проблема, что там с материальной точки зрения очень все бедно, сложно, неудобно и так далее, и мы делаем то место, в котором материальная часть, она будет построена по западному принципу, то есть удобно, то есть, как бы комфортно, вкусно, не остро и так далее, ни жарко, ни холодно, но духовная часть останется, и это будет такое вот, как бы такое соединение запад с востоком. Вот. Здорово. У меня сейчас возникла мысль, и что, ну ладно, может быть, после эфира вас спрошу, вот будет объявлена дата мантра фестиваля, и будет проходить в совершенно удивительном, красивом месте. Мне сейчас представилось, как в этом таком фешенебельном холле можно было бы повесить какие-то исходы работ на тех святых, возможно, тоже те люди, гости, которые придут на фестиваль, увидят эти глаза, как минимум, они их увидят, может быть, возникнет желание тоже поддержать как-то фонд Родж Кэр, Адриан, у нас буквально, наверное, 2-3 минуты, может быть, 5 максимум до окончания эфира. Друзья, если кто-то хочет прям поделиться или задать какой-то вопрос напоследок, то смело, если нет, то мы будем сейчас близиться прямо уже к завершению. Адриан, если хотите просто что-то сказать, поделиться, это пока не финальное слово, но просто пригласить к участию в чем-либо, то я просто знаю, как много вы делаете хороших, добрых вещей, от которых в том числе люди получают благо, может быть, тоже хорошие возможности Слушайте, ну вот приезжайте в Индию, у нас будет полок, будет путешествие, будет одно для новых совсем людей, там будет Гималайя, будет Вриндаван, я буду там, Олег Сунцов будет там, Дмитрий Калинин, Бхакти Вигиан, Гасвайм там, ну, хороший очень состав, вот, если хотите с Индией, с духовной познакомиться, приезжайте и сами посмотрите, вот, то есть я даже не буду сейчас как бы какие-то наши благотворительные проекты или что-то, надо просто сначала надо познакомиться и увидеть вообще, что там, что там бывает, как там здорово, как там интересно, вот, просто все, что угодно, все, все, что вот, вот каждое маленькое действие, которое вы сделаете в сторону своей духовной природы, неважно на самом деле в какой традиции, в христианстве, в еще какой, в какой-то, вам ближе, Восток, Китай, Индия, неважно, вот все, что вы делаете, помните, что каждый шаг, который вы сделаете в сторону своей души, навсегда останется с вами, при этом каждый шаг, который вы сделаете в сторону материи, своего тела и ума, он исчезнет, причем исчезнет даже раньше, чем закончится ваша жизнь, он обесценится, но все, что вы делаете для своей души, каждое маленькое действие, кажется оно неважным, кажется маленьким, вот оно навсегда останется на вашем духовном счету, сколько бы лет или жизни после этого не прошло, оно не пропадет и станет вашей ступенькой, вот, поэтому столько возможностей. Мне кажется, это было очень похоже на финальные изрешающие слова и послания, спасибо большое, огромное удовлетворение от эфира, думаю, что даже сам его еще раз послушаю, потому что все равно, когда ведешь эфир, чуть-чуть часть ума где-то в технических аспектах, хочется прям поглубже поразмышлять над теми вещами, которые сегодня были услышаны, спасибо с благодарным сердцем, и думаю, что с таким же благодарным от лица всех тех, кто присутствовал, хочу пожелать вам удачи во всех ваших проектах, искренне надеемся, что все будет здорово и просим вас также помолиться за всех нас, чтобы мы сделали этот шаг в сторону духовности, в сторону души ежедневно, если не ежечасно. Спасибо большое. еще раз, очень рад, что я понимаю, что в такое время находиться в онлайн, это уже большое дело, поэтому я по-настоящему благодарен тем, кто сейчас, тем, кто будет слушать. Еще раз, я бы вам посоветовал, если что-то вас зацепило, запишите куда-нибудь, сделайте это своим, возвращайтесь к этому, или даже просто запишите, вот, оно отложится, это хорошая очень, это хорошая очень, хорошая очень техника. Вот, спасибо большое, Алексей, я тоже желаю всем твоим проектам и мантра фесту, я, к сожалению, буду в Индии в это время, вот, так бы обязательно пришел и поиграл бы тоже, наверное, но я уверен, что это будет очень мощный, очень мощный сплав потрясающих совершенно исполнителей, то есть я посмотрел сейчас на афишу, то есть, ну, это прям вот Dream Team с точки зрения и как бы и не только и внешней части музыкальной, и внутренней реализации духовной, то есть это вот как раз люди, которых, у которых внутри так же много, то есть они профессионально можно использовать вот такое слово, что они реализованы как в во внешней части и как музыкант, большая отдача. Что-то было? В общем, спасибо большое. В конце карты прерывалось, но спасибо огромное. Спасибо. Всем удачи, друзья, и до встречи в воскресенье на встрече с нашим следующим гостем Александром Кубельским.